Добрый день! Очень, на самом деле, приятно то, что в этом году ребята решили действительно включить джазную музыку в официальную программу. Я считаю, что в принципе джаз уже считается, можно спокойно считать, одной из ведущих субкультур Санкт-Петербурга, может быть, даже мейнстримовской культуры, и мы ребятам помогаем информационно от нашего джаза портала «Джаз в большом городе». Кто слышал о нем, мы тоже являемся СМИ, можно сказать, стараемся оповещать поклонников джаза о самых значимых и интересных событиях в городе, ну и вообще о джазовой жизни, что такое джаз, как живут джазовые музыканты, мы берем у них интервью, чтобы персонализировать, грубо говоря, артистов, чтобы люди понимали, что джаз – это не только музыка из лифта, или в супермаркетах, которая звучит, или что-то такое эфемерное, а это на самом деле то, что люди творят прямо на сцене, и это очень интересно. Поэтому я считаю, что этот синтез крыши джаз очень должен хорошо пойти, буду очень стараться. Сегодня это вам, если найдут мой кларнет, нашли кларнет. В принципе, что я могу сказать? Это, конечно, вообще, по-моему, колоссальная идея делать концерты на крышах. Я когда жил в Европе, в Германии, такое там очень, в принципе, развито, и очень широко поддерживается и на государственном, и на городском уровне. Я играл на разных мероприятиях, в том числе какой-то фестиваль был тоже. Я считаю, что вообще, лично мое ощущение, что на высоте, чем выше человек находится на этой планете, тем как-то более разряженный становится ум. То есть отпадают какие-то низменные вещи, о каких-то вещах насущных, может быть, какого-то животного, низкого характера. Как-то вот здесь, чем выше, вот как в самолете, вот я всегда, когда в самолете лечу, я замечаю, что вот по-другому как-то и сам я мыслю, и как-то вот уже не то. Поэтому я считаю, что это вообще вот, чем выше мы забираемся как-то, находимся, может быть, это воздух, разряд, я не знаю, что. Но на меня лично это производит какое-то впечатление, и оно немножко, вот по-другому действительно меня воспринимается. Поэтому посмотрим сейчас, как еще, особенно в Петербурге, да, что в моем родном, любимом городе вот теперь появилась возможность сыграть на крыше. Я считаю, это очень здорово. Погода сегодня очень хорошая, кстати. И это неспроста, дорогие друзья, потому что, как говорится, Вселенная, она все видит, и иногда все-таки награждает за труды, награждает какими-то маленькими бонусами. Я считаю, что это замечательный бонус за все старания всех командов в Мюзик Фэз, за их огромную проделанную работу за все эти пять лет. Я считаю, что это вот такой подарок от Вселенной, ну и нам всем с вами, потому что погода действительно сегодня просто нежданно радует. Это очень здорово. Сегодня мы для вас сыграем сейчас несколько композиций, в том числе я наберусь смелости и представлю вам две мои новые композиции. Ну, одна уже более-менее, она уже ей уже где-то полгода, а вторая совсем новая, будет практически премьера для вас, она такого философского характера. Но это будет тогда, когда мне принесут кларнет. А без кларнета слабо? А без кларнета не слабо, но... Но с кларнетом, да, каждый может. Мурку, что ли, тоже могу. Прибыла в Одессу, Банго из-за Мурки. Нет, тут из другой оперы. У вас будет шансон на крыше, Саша? Нет. Нет, тогда извините, Мурки не будет. Но, тем не менее... А, тогда я воспользуюсь случаем, что есть уже такая пауза. Представлю моих замечательных коллег, которые для меня будут сегодня аккомпанировать. Никита Арефьев за фортепиано. Уже лет 20, наверное, постоянный и бессменный участник ансамбля Давида Голощокина. Вадим Михайлов. И Сергей Городков за барабаны. Вот принесли кларнет, но его еще нужно собрать. Да, кстати, кто не знает, всегда все удивляется, как этот кларнет помещается в такой чемоданчик маленький кларнет. Он довольно большой. Вот сейчас специально для вас. Специально, эксклюзивно, да, только лишь в рамках РУФ Музик Феста. Потому что никогда больше вам это никогда больше не покажу. Даже если очень будете просить. Нет, ну если очень-очень будете просить, покажу. Но, итак, внимание, что же скрывается внутри черного ящика, дорогие друзья? Это кларнет. Да? И состоит он из раз, два, три, четыре, пять. Пять частей, которые соединяются. Здесь вот есть такая специальная пробка. Это вот из пробкового дерева делаются такие. Оно не работает, но их нужно менять. Вот я сейчас его собираю. Кстати, вот это главная вещь, которая сделает вообще звук у кларнета. Здесь находится трость. Она делается из камыша во Франции. Французского камыша. И она тонкая, то есть очень тонко ее затачивается. Что когда придет поток воздуха, оно начинает вибрировать и создавать звук. Поэтому кларнет относится к деревянным духовым язычковым инструментам. Потому что именно это и есть язычок. Но как-то раз я приехал на концерт, причем в Егору. Наверное, все знаете, где Егор находится. Это не так близко. То есть за пять минут не сгоняешь, если что-то забыл. Так и забыл я именно вот эту главную деталь. Представляете? И приехал вот так. А нужно играть концерт. И я вам сейчас покажу, как мне пришлось отыграть весь концерт. Дело в том, что на самом деле кларнет – это модернизированная свирель. И раньше на этих инструментах играли вот так. Так и пришлось отыграть весь концерт. Но еще нужно чуть-чуть поговорить, потому что, чтобы этот язычок хорошо вибрировал, он должен быть немножко влажный. Поэтому если вы увидите человека с белой тростью, помогите ему. Это кларнетист. Ну, а начнем мы, наверное, с композиции, которая... Тогда мы сыграем... Я очень люблю эту песню, которую сделал очень знаменитый Фред Астер. И на лучшую версию, которую я очень люблю, я считаю, это Элла Фиджера и Луи Амстронг. С их совместного альбома. Ну, это совсем классика-классика. Называется это «Танцуй щекой к щеке, дэнсинг чейк дэн чейк». 1, 2, 3, 4. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.